Уважаемый зритель, будем признательны, если подпишешься на наш канал. Третья мировая война, один из самых пугающих прогнозов последнего времени. Новости о том, что в год Белого Быка, человечество может оказаться на грани развязывания глобальной войны. Периодически появляются в СМИ по всему миру. Причиной этого является все более усиливающееся противостояние ведущих мировых держав в разных частях света, во все времена и большие. И малые войны развязывались правителями государств в основном из-за ресурсов, природных, человеческих и т.д. На протяжении тысячелетий более сильные страны нападали на слабых соседей, чтобы забрать себе их земли, богатство, поработить население. Кульминацией этого стали колониальные войны 16-19 веков, когда несколько европейских империй захватили Палмира, завладев территориями в Африке, Азии и Америке. Конец данной захватнической политики положил 20 век с его двумя мировыми войнами и миллионами жертв. После окончания Второй мировой войны и создания ядерного оружия, лидеры ведущих мировых держав поняли, что продолжать прежнюю политику уже невозможно. Попытки расширить свое влияние на другие части света, контролируемые такими же сильными странами с ядерным оружием, неизбежно привели бы к апокалипсису и уничтожению практически всего населения планеты. Поэтому с середины 20-ти столетия на Земле установилась своеобразная равновесие. Сегодня большие государства не могут открыто воевать друг с другом. Возможными остались только конфликты между крупными державами и мелкими безъядерными странами, которых первые нещадно грабят, примером этого может служить хищническая политика США и их союзников по отношению к Ираку, Ливану, Сирии и т.д. Однако обеспечить потребность крупных государств в новых ресурсах, которые требуются этим государством во все больших объемах, мелкие страны не могут. Поэтому лидеры ведущих держав задумываются о все новых способах борьбы за истощающиеся ресурсы планеты. Не забывая и о самом крайнем варианте, ядерной войне, военно-политическое обозрение ситуации на планете приводит к выводу о том, что в современном мире существует несколько основных точек напряжения, вокруг которых ведутся опасные игры, способные привести к началу глобальной войны. Одно из самых серьезных противостояний происходит между Ираном и США. Америка, а вместе с ней Израиль, не может допустить, чтобы в Иране появилось ядерное оружие. Ради этого США готовы не только вводить все новые санкции против Ирана, но и напрямую грозят ему оружием, и даже убивают его лидеров, как это произошло в январе 2020 года, когда в Ираке американцы уничтожили ракеты одного из военных руководителей Ирана генерала Сулеймани. Однако Иран пользуется поддержкой России. Поэтому пока большая война между США и этой Исламской республикой не начинается. Еще одной точкой напряжения на планете вот уже много десятилетий остается Северная Корея. Практически весь мир, включая и Россию, постоянно пытается остудить воинственный пыл северокорейцев. Однако их вождь Ким Чен Ин продолжает наращивать ядерный потенциал страны и разрабатывает все новые средства доставки ядерных бомб, грозя в случае нападения на Северную Корею уничтожить своих главных врагов, Южную Корею, Японию и даже США. Сценарий развязывания ядерного апокалипсиса в данной точке планеты считается на сегодняшний день наиболее вероятным, не менее опасными являются игры между США и Китаем вокруг Гонконга и Тайваня. А также за несколько мелких спорных островов в Южно-Китайском море. Америка периодически провоцирует Китай своими авианесущими крейсерами, то и дело подводя их к этим островам. Обе державы обладают колоссальным ядерным потенциалом, и что произойдет, если случится открытое столкновение между морскими силами Китая и США, даже страшно представить. Наконец, самое серьезное противостояние в современном мире идет между Россией и США с их союзниками по НАТО. Последние отдают себе отчет в том, что не способны победить РФ в открытой войне. Поэтому пытаются повторить сценарий холодной войны 20 века. Они производят постоянное экономическое давление России в виде санкций, а также провоцируют руководство России на то, чтобы она растрачивала силы государства в разных мелких конфликтах по всему миру, как это происходит в Сирии, на Украине, в Венесуэле, Армении и т.д. Однако пока все усилия Запада приводят к тому, что Россия лишь увеличивает собственную мощь и все больше сближается с другим главным стратегическим противником США Китаем. Люди, способные увидеть грядущие события, всегда предупреждали своих современников об опасности возникновения больших войн в будущем. Так было даже в те времена, когда самого термина «мировая война» не существовала в природе. А после того, как случилась Первая мировая война, пророчество о последнем глобальном столкновении между ведущими мировыми державами, после которого настанет конец света. Третья мировая война началась сразу же после окончания Второй и велась между США, и их союзниками, и блоком Варшавского договора во главе с СССР. Главным оружием в этой войне была идеологическая пропаганда и экономический рычаг.